Доброе утро! В субботне всем привет! По делам еду в Усманку. Вот утро такое. Остановочка. По личным делам. Красота! Поэтому на легковушке еду. Дорога так расчищена. Вон сколько снега в Усманке. Вот сегодня маленько навалило. Всю ночь потихоньку снег шел. Такая красота. Сегодня еще трактора не было. Сегодня лизатор приедет, расчистит. А так вообще чистят. Видите, как широко ехать можно сегодня даже. На легковушке спокойно еду. Вон уже Усманку видно. Здорово так у нас здесь жить. Такие поля. Вон сколько природы у нас. Снега много. Вон лесочек осиновый. Тут березовый. Вот осинки тоже стоят. Вот осинки тоже прям такие красивые. Даже не знаю, какой фильм получится. Но думаю, что хороший. Надо нам найти одну девочку и одного мальчика. По делам. По делам. Вон, в эти Усманки начинаются. Вики, столбы ровненькие. Дома новые. Лес у людей. Я недавно уже показывал. Фильм. Вот, вышку не своя. Ну, по делам еще еду. Маленько отложил работу. Попросит хороший человек сделать доброе дело. Поехал. Вон, как всегда в Усманке народу много двигается. Здорово. Вон ферма работает у Марата. Вон сено там у него. Печка топится. Вон дома какие. Усманка. О, хоккеисты что ли какие-то идут. Вон народ мусорку пользуется. Пачок женщина вынесла. О, какой дом новенький класс ты. Здрасте. Лыжники что ли пошли? Нет, хоккеисты. Здорово. Вот как раз фильм какой получился. Привет. Привет. А это команда у нас идет как раз. Здрасте. Здрасте. Вы в кино. Районного значения. Спасибо вам. Спасибо, что приезжаете. Это у нас команда снежная. Так. Вот здесь уже помогают сразу. Классно. Ребят, с каких вы мест приехали? Где живете? В Новосибирске. Все в Новосибирске, да? Да. Нет. Рыжиковое масло. Нет. У нас сеется такой рыжик, как пшеница. И масло делается. У нас несколько заводов есть. Очень вкусное. Приезжайте ко мне. Угощу вас. Здесь в Кыштовке есть магазин Амич такой. Заезжайте в Челтаке. Вот. Угощу вас. Попробуйте. Да. Родители угостите. Вот. Угу. Я много фильмов снимаю. Да. Получается здесь про район. Про деревня, про наш. Можете посмотреть потом. Да. На YouTube не знаю, выложу, не выложу. Но водоклассика, скорее всего, да? Алексей Замосковный. Легко запомнить. Замосковный. Можете посмотреть про себя, как вы были в Усманке. Тем более, может быть, через 20 лет посмотрите. Когда вы были такие совсем молодые студенты. Помогали чистить снег в деревнях. Мы можем кататься до сих пор. Да. Приезжайте. Давайте. Я поехал пару дел сделать тоже. Общественно полезных. Вот. Это сейчас вы кому помогаете? Ну, бабушкам, девушкам не могут. Пенсионерам, да? Ага. Молодцы. Угу. Молодцы. Я тоже по делам СВО поехал сюда как раз. Кое-что меня попросили сделать. Ну, молодцы. Всего хорошего вам. Давайте. Ага. За маслом не забудьте заехать. Не стесняйтесь. Вы еще сколько дней здесь будете? Завтра концерт спешите, а потом в понедельник. Я на концерт вам привезу тогда. Ага. Все хорошо. А во сколько будет? В 7 вечера, по-моему. В 7 вечера, да? В 7 вечера. Привезу вам. Ага. Ага. Давайте. Вот так. Повидал молодежь студентов. Так. Вот тут мои знакомые. Он снег чистит. Забыл фамилию, как Файзулин, по-моему. Там Нурлин живет в этом доме с женой. Земляк. Отец у него жил раньше у нас. Там Сергеев, Кальменев, Николай. Вон сколько лошадей там у них. О, какие дома. Видишь, как снег слетел. Народ постоянно двигается в Усманке. Так, а нам нужна школа. Так. Ага. Тут тоже наши знакомые живет. Альменевская. Яншина. Со своим мужем. Так. Ага. Тут тоже наши знакомые живет. Возраст идет. Палочкой. Там тоже он. Люди. Здрасте. Студенты из Новосибирска приезжают помогать. Хорошая акция. Побывают. Кто-то задумается. Может и приедут в деревня. В такой красоте у нас здесь жить. Какой у нас рай. Сколько снега. Смотрите, как живут люди в деревнях. Не малюсеньких квартирках, а вот в таких можно жить. Больших. Так. В школе я у них ни разу не был. В клубе, помните, я был там недавно. Фильм поснимал. Так. Ух ты. Рахим Этегес. Написано. Прикольно. На школе. Школа вроде бы здесь, да? Так. Как нам подъехать сюда? Как нам подъехать сюда? Сюда подъеду. Так. Сюда подъеду. Заходим в полу. Посмотрим. Как раз у меня здесь, смотрите, доска. Ага. Вот. Гумиров Ильшат. Вот они ребята. Герои, которые погибли. Гореев Руслан Залимчанович. Гуса Дзинур. Данисламович Гореев Замир, который у нас лейтенант-офицер. Файзурин Фаниль Мухаммадеевич и Гумиров Ильшат Шарафуддинович. Вот видите, у себя 23-22 год погибли. А вот этот погиб в 2006. Это в республике Чечня погиб. Давно уже. 20 лет прошло. Этот в 2021 году погиб тоже рано. Ну ладно, пойдем в школу посмотрим. Выгонят нас нет. Угу. Так Максим говорит, ага. Так, вот. Смазки. Раздавательная школа. Как раз сделано, как выдавлено. В школе 10. Смотрите, как прикольно. Курить нельзя. Дверь такая железная. Ух ты. Доводчик тут нужно поставить. Так. Угу. Веренобрый день придется. Оп. Здрасте. Помним, добимся. Здрасте. Здрасте. Красота. Слушай, не скажешь, а Венера здесь? Уборщица ваша. Дом она будет, да? Уборщица. Слушай, а Максим Гумиров, мальчишка, который блогер ваш. Вон Максим. Где Максим? Вон блогер. Максим. Привет. А ты Максим? Узнал меня? Кто я? За Москву на Алексей. За Москву на Алексей. Наконец-то ты меня встретил. Так. Вручаю тебе торжественно. Вот такой подарок от меня личный. Как Дед Мороз. Вот. Будешь маме помогать. Это шуруповерт. Будешь крутить. Ну давай с тобой познакомимся нормально. Нифига у тебя банан даже есть. Здрасте. Здрасте. Ну, расскажи в каком ты классе. А? В четвертом. В четвертом. Ну, ты же блогер? Маленько, да? Нет. Фильмы снимаешь? Просто человек, да? Да. Ну, правильно. Я тоже не люблю, когда меня блогером называют. Ну-ка, давай поснимай. Покажи школу. Так. Это же вечеринка. Включение уродит. Включение уродит. Отпросение уродит. Да. Ну, что прошло. Не бывает. Я ладно туда не поймёй. Я спрошу в море. Ага. Снимай, пускай. Ага. Замите. Приветствую. Да, вот. Пусть приеду. Да, проводите. Покажи. Попывайте, присаживайтесь. А я вам спасибо познакомиться. Он давно мешал меня увидеть. Ну, без красоты. Да, проходите. Присаживайтесь. Да. Лучше познакомимся со школой. Максим, покажи твой класс. Два блогера встретились. Да, два блогера встретились, конечно. Берёс его подарок. Максим, ты плавно показывай. Где твой класс? Покажи, что мы все... Усманска, кто давно уехали, увидели. Да, директора показали, видишь? Максим, покажи нам директора. Да. Всем привет. Приезжайте в Усманску жить, да? Да. Сколько ребятичек ставить в раз? Сорок. Нормально, для Усмански. А у некоторой школы в Берёзовке 5 осталось. Да? Вчера написали, 5 ребятичек. А сколько там есть у вас? Максим, пожалуйста. У тебя есть вот две? Максим, покажи, пожалуйста. Так, там закрыли. Покажи, Максим, вот какие вынфилы у вас. Плавно показывай, учись. Вот так плавно показывай. Вот. Вот так. Видишь? Ну. Давай вот этот класс посмотрим. Максим, есть инфекция? Да, у нас с инфекцией. Вот. Это что, 3 февраля написано, да? Да. Классно работает. Покажи доску, Максим. Потихоньку. А где где, Максим? Давай, напишем. Давай. Максим, да? Да. Я давно уже написал, много лет, 30 лет написал на госкенера. Максим. И вот так сделаем, так выражается. Оп. Он такой веселый, Максим, да? Нормально? Да. Вы его учите как блогерство. Да, Максим, ты плавно плавно. Вот я тебя учу плавненько. Вот так. Покажи какие цветы. Да. Ваша хоккейная площадка там я вижу, да? Угу. Плавно. Плавно, вот так, потихоньку, не спеша. Потому что ты молодой, а люди, которые возраст, они не успевают смотреть картинку. Да? Правильно? Ну, твои фильмы смотрят. Сколько просмотров уже? Видел? Ммм. Нормально? 30. Все. Ну, пойдем дальше, школу покажешь. А нельзя, нельзя, в Венере позвонить, чтобы пришла? Пожалуйста, сейчас. Ага. Сделай, если. Пойдем дальше покажешь. А, пойдем другие классы. Давай. Да. Глоба лично снимает. Здравствуйте. Привет. Все, варишь? Нет, я в гос. Нет, я в гос. В гос. Нет, я в гос. Нет, я в гос. А ты чей? Я в гос. Как? Ну, чеды. А, все, кто-то устал теперь. Как жизнь? Нет, я в гос. Привет. Ну, куда же девчонки себя не просили, да? Как все снимают, девчонки молодые. Ну, кто вставать? Вот так. Знаете меня? Да, я знаю. Максим. Какой? Лучший спортсмен. Ты тут есть? Есть. А это, может, что ты сын, правильно? Да, сын. Я узнал. Как его зовут? Поближе покажи, смотри. Всегда вот так, качественно показывай. Вот так. Вот так, учись. Так, это какая девочка? Как зовут? Пойгур. Настя. А, то есть она. Покажи ее. А ты как тебя зовут? Вика. Вика. Крутой мы фильм снимаем с Максимом, да? Вика? Вика. Вот вырастешь большая. Посмотришь, как мы круто с Максимом сняли тебя, когда ты еще была школьницей, да? Ты в каком классе? Во втором. Во втором. А фамилия? Шайдюрова. Вот, круто. Приятно познакомиться с тобой, Вика. Вообще здорово. У тебя галстук какой? Или что это? Платочек? Это галстук. Галстук такой? А как галстук называется? Для чего это? Это когда мы, например, ходим со школы. А, здорово. Классно. Как раньше пионеры были. У меня был красный галстук, пионерский. Пойдем, Максим, дальше. Математика, да? Да. Закрытый? А кто-то балуется. Пойдем посмотрим их. Здравствуйте. 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 У меня математика. Круто. А мы два блогера, видите? Знаете нас? Да. Яка Штос, Фонус Манский. Да. У нас кто-то в комментариях написал, что все. Так, а что у вас тут в бадематике есть? Пифагор он есть. Пифагор. Вот, посмотри, какая девочка красивая пришла. У меня математика. Максим, решили телефоном плавно. Чтобы хорошо запомнили ее. Максим, что тут есть? Вот это любите? Формулы. А плюс Б, да? А минус Б, да? А в квадрате. Ой, как сложно. Есть глобус. Максим, да? Есть глобус. Есть глобус. Есть глобус. Давай Осману пройдем, Максим. Кто знает где Осману? Кто знает где Осману? Только кто быстрее? Кто здесь? Ну-ка сейчас покажет. Маленький, отойди, чтобы в кадр его взять полностью и глобус. Где тут вообще здесь? Правильно. Вот, я нашел. Так, ну-ка, Османка где? Давай поближе. Вот здесь моя Осману. Да. Так, Новосибирская область, Омск. Она ближе у нас к Омску. Где-то вот здесь Османка. Максим, ну-ка покажи всем. Все России, где у нас. Где-то вот здесь Османка, короче. Вот. Какая у нас большая Россия, смотрите, да? Это у нас Африка, здесь вот Индия, Таиланд, Япония, Южная Корея, да? А вот Усманка лучше всех. А где Усманка? Нашли мы уже? Да. Вот другой парень нашел. А я снял их на видео. Да. Они даже кого масса не едят, представляете? Да. Я их по большому концерту дам. Пойдем, Максим, начнем. Какая школа большая. Видео идет? Все нормально? Да. Не нажми, чтобы... Смотри, чтобы шел таймер. Да. Показывай. Пойдем дальше. Так. Вот мальчик в четверг, как фамилия скажи. Поснимай его. Как тебя зовут? Аликаев. Аликаев тоже. Младший, да? Да? А мы знаем, хорошо. Так. Давай, здесь большие. Пойдем. Здесь старший класс уже. Вон какие все. Один уже стесняется. Пойдем. Да. Вот этот мальчик, кто на хоккей приезжал играть. Помните? Общались. Общались. Давай, задай вопрос иди ему. Какой? Что он хочет? Какой счастье в жизни? Иди спроси у него. Иди спроси у него. Иди спроси у него. Максим, не бойся. Вот иди спроси. Кто не стесняет? Кто смелый? Девочка смелая, да? Как всегда. Максим, спроси у нее. Задай вопрос. Пока. Для счастья. Что ей нужно спросить? Спорт. Спорт, да? Вот видишь, как она ответила круто. А вот ты, девчонок, спроси. Чтобы счастливее быть, что вы хотите вообще примерно? Деньги. Рубли или доллары? Доллары. Так, а тебе скажи? Сурья, давай. Честно, как есть. Какой вопрос? Один, примерно один, две, три какие-то вот такие, либо вещи, либо какие-то другие моменты жизни, чтобы стать более счастливой. Семья нужно. Семья, вот это классный ответ. Все. Большая семья. Здорово, когда большая семья. У меня вот три сына. Мы вырастили уже. И круто. Когда мы приезжаем на Новый год, нам весело. Мы приезжаем вместе, общаемся, смотрим телевизор. Вот. Снег чистим. Вот. Здорово. Пойдем, Максим, еще на разведку. Так. О, приветствую. Так, Максим, вы поснимали нас с физкумом? С вашим? Нет, нет, нет. Нет, нет, нет. Чем занимаетесь сейчас? А я сейчас... Субпедагогом. Все понял. Так, Максим, дай-ка мне телефон. Сейчас я проверю, как сам, что у нас идет. Идет. Идет нормально. Так, это у нас завхоз. Ну. Да. Что делала сегодня завхоз? Сегодня мы гостей встречаем. Гостей, да? Да. А что именно делали вы как завхоз? Готовились. А что готовили? На кухне. Угощали, кушали. А сколько у вас человек готовит, например, столовой для лебедишек еды? Один повар и я. Один повар и вы, да. Вдвоем, короче, да? Ну. Как все там? Борщ? Сегодня борщ. Как всегда в деревне. Это гуляш с картошкой. Это гуляш с картошкой. Гуляш с картошкой. Здорово. А мясо откуда поступает? Мясо у нас восход поставляет. Так. А местный фермер Гумира что-то поставляет вам? Нет. Нет, да? Он увозит, да? Потому что сейчас же по договорам что делаем. А, по договорам, да? Через магазин только. Ну, ну. Молоко он возит, получается, куда наверно? Вчины, да? Венгеры. Да? Ну, ну. Здорово. Ну, молодцы. Ну. Угу. Все правильно включать в магазин. Все правильно включать в магазин. Все, понял. Все, Максим, нормально все. Давай, куда еще пойдем? Спасибо. Вот здесь не были, да? В столовой не были. Пошли посмотрим маленько столовую. Вот туалет, да, у вас? Мужской, женский. Самое главное же столовая. Во. Я заходить сильно не буду, потому что я в одежде. Здесь можно руки помыть, да? Здесь выдачу бывает, да, у вас выдают? Вот сколько у вас? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь столов здесь. Ну. Понял. Давай, пошли дальше. Закрываем. Как? Пошли. История. Информатика даже. Ну-ка, Максим, это же наша тема с тобой. Компьютерщики же мы с тобой. Вот, привет. Вот какие компьютеры. Раз, два, три. Учителя четвертый, да? Принтер есть. Так. Максим, ты подарок не забудь. Обязательно подарок, чтобы ездить. Здрасте. История, да? Ну, открывай, посмотрим. Ага. Они опять здесь. Здрасте. О. Можно минутку? Можно, можно, проходить. Давай, пройдем. Все дети. Ага. Спасибо, очень приятно. Какая сегодня тема у вас? У нас подготовка к контрольной работе. Ага. А какая тема, например, будет и контрольной? У нас общество знание. Общество знание. Скоро у нас пойдут ВПРы. Ага. Ну-ка, какие вопросы? Знаю, нет я ответа. Интересно. Посмотрите. Так. Можно у тебя здесь? Почитаем. Так. Банковские вклады, депозиты. Что мы изучаем, интересно, да, в России сейчас ученики? Активное использование людьми в последневной жизни. Как вы думаете, почему при осуществлении банковских вкладов необходимо соблюдать специальные правила безопасности поведения? Ну, какие вопросы? Это в банковской сфере, получается. Дальше, что у нас тут? Ну, вот вы посмотрите, вот это же на решу ВПР задаются. Угу. И чтобы это врасплохо не было, мы проводим подготовку. Угу. Здорово. Так. Выберите в приведенном списке верное осуждение об экономической системах и запишите цифры, по которым они указаны. Первое. К признакам командной экономической системы относятся директивное ценообразование. Видите, какое слово? Директивное. Знаете, что такое ребятишки директивное? Замир. А? Знаешь? Они уже маленько взрослые стесняются уже. Да, Замир? Замир. Замир. Замир, да? Хорошее имя. Но при командной экономической системе полностью отсутствует частная собственность. Вот видите, как? Угу. При традиционной экономической системе экономическая роль членов общества определяется наследственной и сословной принадлежностью. Вот как раз у нас была командная система в колхозах раньше. Максим, что тут есть? Музей у вас еще? Да. Ничего себе. Это что такое? Компактистский или что такое? Пластинки, да это? Виниловые пластинки. Здорово. Давай посмотрим. Казанок есть. У нас в этом году открытый музей. Он еще не стандартизирован. Угу. Здорово. Здорово. Утюги есть. А где вот этот кувшин взяли с носиком, интересно? Это мне ученики, которые... Ну, в общем, Усманки нашли это? Да. Круто. А из чего он сделанный? Глиняный, наверное? Или металлический? Металлический. Чугун это, чугун. Чугун, да. А вот этот рукомойник вы видите, да? С носиком. Да, с носиком. Да, вот этого нету даже в музее, по-моему. Я такое вообще ни разу не видел. Тем более, что если у нас это в крышковке, это вообще Ну, это восточный, азиатский рукомойник. Средняя Азия. Да. Чугунок. Это уже Советский Союз, колхозы. Раньше было. Это алюминиевые. Сначала были чугунные, потом уже алюминиевые пошли. Дюраля алюминия. Это уже физика, химия. Вот материалы из наших летописей деревьев. Угу. Так вот, история. О чем в основном рассказывается в летописи? В летописи это мною собранные материалы. Они размещены на сайте. Ага. Ну, а вообще, в основном, о чем? О чем как бы тема? Как изначально деревня произошла? Угу. Почему она называлась? Сначала Сашибалык, потом Усманка. Сколько лет примерно деревня вообще? Примерно деревня по исследованиям Азарова в 1800 году основана. 1700. Но это недостоверно. Да. Потому что он говорит, что Усманку писал тогда, когда он жив. Так он говорил, что 1800 год. Но в нашей деревне же не Усманкой сразу называлась. Она называлась Сашибалык. Угу. А у Сашибалык, значит, это древнее было поселение барабинских татар. Угу. Скажите, пожалуйста, ребятишки, а знаете вообще татары откуда зародились вообще? Нация такая. Откуда пришли они сюда? В Сибирь? Кто-нибудь знает вообще? Говорите, кто знает. Кто знаете? Стесняются они. С Алтая, думаю, да, наверное? Как вы думаете? Или с Якутии откуда-то оттуда? Ханты-Манси. Вот поизучайте еще внимательно, потом мне расскажете как-нибудь. Ладно? Вот. Интересно будет. Вы можете сами прочитать. Да. А сайт как называется? Новая Сибирская область. Вот. Я вот не помню. Из Министерства образования, наверное, да? Ну да, я в конкурсе участвовала и там вот. А здесь нигде не написано название сайта? Не знаю. Я уже не перепомню, сейчас просто... Ребятишки, напишите в комментарии под видео сайт, ладно? Где про Усманку сказано. Потом внимательно посмотрите с учителем и напишите. А люди почитают уже и мы будем знать уже. Вы наберете Усманку. Да. Летопись Усманки наберете и вы выйдете на него. Хорошо. Летопись... Давайте посмотрим, как в компьютере набирается. Усманки. Чтобы все посмотрели. Вот, подождите секундочку. Ой, я тут не туда... Летопись Усманки. Подождите, я туда... Давайте, ага. Я туда зашла. Угу. Учиться, ребятишки, надо. Не охота, тяжело учиться, но надо. Я еще, кроме учебы, закончил Максим. Потом техникум, потом институт закончил, потом еще академию. У меня три диплома. Вот. Усманки. Угу. Так, нажимаем. Вот. И все, вот на картинку Усманка. Народная летопись. Новосибирская область. Все, и можно будет почитать здесь. Да. Это вот. Смотрите. Будем знать. Ладно. Сунилова. Семнадцатый год. Как там? Муж поживает у вас? Хорошо. Нормально все? Нормально. Чем занимается сегодня? Управляется? Управляется. Немного. Два. Две. А что еще есть? Овечки? Ну, келята есть. Келята. Курица есть. По хозяйству занимается. Так, нигде не работает? Ну, работает. Мерчится. А, ну так. Помогает, да? Да. Ну, ясно. Тоже при этом передавайте. Всего хорошего. Добрые люди, хорошие. Знаем. Мы уже очень много лет. Лет тридцать, наверное, уже дружим. Это, вот я вам хочу сказать спасибо большое. Пусть все услышат, что вы занимаетесь краеведческой работой. Угу. Вот это очень мне нравится, как учителю истории, что вы сохранить. Сохранить должны. Да. Это все сохраняется. Да. В интернете все есть. У меня такой возможности нету. Да. Вот, например, ездить поеду. Вы показывали. Ну, я по роду деятель, видите, много работаю, езжу, поэтому. Какие люди там живут. Угу. Ну, ребятишка, кто-нибудь будет учителем? Планирует кто-нибудь? Никто не хочет пока, да? Ну, потом, может, захотите когда-нибудь. Ну, ладно, всего доброго. Хорошо. Хороший фильм сняли, да? Да. Одикаев, да? Ну. Да. Пойдем, Максим, дальше. Так, Максим, дальше что у нас тут? Электрощитовая, да? Туда не пойдем, а то как волка током долбанет. Не пришла она? Нет. К ней эти пошли. Ага. К ней пошли, да? Ага. Ну, еще будет круче, сейчас пойдем туда. Максим, ну-ка, держи-ка. Сейчас я туда пойду сразу к ним. У них крайний дом у них, да? Ну. Да. Еще лучше будет сейчас, Филипп. Да. Максим, не забудь подарок. Потом мне видео снимешь, как что, маме, по-моему, ладно? Чтобы повертал. Зарядишь его, он через USB заряжается, и все. Так. Ну, давай, брат. Давай, объедемся с тобой нормально. Давай тебе всего хорошего, чтобы было все нормально у тебя в жизни, ладно? Давай. Давай, пока. Да. Так, здесь же выход, правильно? Вот здесь выход, да? Все, вот как раз написано выход. Тебе тоже долголетия желаю. Ну, завхоз. Так, идем дальше. Так, закрыли. О, свежий воздух сразу на грудь ставит. О, так калитка закрывается. Так, здесь мы пройдем вот такая дорожка. Вот моя машина. Смотрите, как здорово прочищена. Снега у нас в Сибири, смотрите. Красота. Так, ищем мы Венеру. В этом доме она живет. Надеюсь, собаки не сожрут. Что, много снега, да? Привет. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. По-русски, по-русски сказано. По-русски сказано. Ну. О, да, привет. Так, привет. Вот. Красота Усманки какая. Ох. Снега много. Идем к Венере. Собака не съест. Но собак мы не боимся. Штаны жалко. Парут. Новые. Так. У них мы уже были. Сейчас еще в гости идем. Это каштовка. Здрасте. Это я. Опять блогер идет с вами встречаться. Я узнал, что он здесь. Здрасте. Так. А где у нас Венера? Здрасте. Здрасте. Вот она. Это мне чай? Да. Это тебе от мужа любимого. Держи. Держи. Сколько у тебя сегодня праздников, да? Спасибо. Вот. Сказал тебя сильно любит. И просил передать тебе букет. Скучает. Устал уже от всего этого дела, где он участвует. Держи. Попросил Сили. Мы вчера с ним разговаривали. Хорошо. Позвонил мне. Вот. Приехал к тебе. Так что всего хорошего тебе. Вы тоже проходите. И вот мы ведем. Получается. Когда на семинарах выступаем, тема бельмонизма очень актуальна. Вот так. Довольная? Счастливая? Давай, смотрим. Возле печки давай. Будет круто. Давай. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Окей. Ага. Здорово. Он отсутствует. И поэтому дети путают. Так же в русском. В русском у нас. Он. Она. Оно. А у нас в татарском. У Алексей. У Алена. У Петя. У Вани. Нет рода. Вообще отсутствует. И поэтому дети в тексте, когда пишут сочинения, изложения, допускают такие ошибки. Тяжелее, конечно. Да, и тяжелее. Ничего, стоем. У нас, смотрите. Чай Витя по-татарски у нас. И вот так. Индусы тоже пьют. Где в Индии был? Чай Масала. В Индии потому что. В Индии чай Масала. Поэтому татары пьют так. Я не пью с молоком. Не могу. Потому что мы все из одного места, из Алтайского края же происходили. И русские, и татары, и алтайцы, и индусы. Вот историю почитайте. Потом уже все расходились то куда и изменились уже в соответствии с климатом и так далее, географией. Сейчас в нашей деревне и маленькие парушки рассказывают. Не знаем ничего. Телевизор, интернет, наверное. Ну, обязательно по себе учатся все. По-татарски надо сказать. Угу. Ну, все равно надо хранить, конечно, язык. Язык свой. Традиции. Ну, пока что меня на снег встретили там пару. Мужчин и женщин. Вот я. Они начали говорить и мы такие. Угу. Угу. Здорово. Мы по-русски быстро, наверное. Так классно сидим. Вот собачка тоже здесь душой болеет. Помогли тоже людям. Ладно. Всем пока. Давайте. Счастливо. Все. Пока. Вон сколько сена. Ребятишки, которые были сейчас. Вот. Запомните, как люди живут. Османки. Трудом. Такая природа красивая. Ну и напишите, что такое Рахим и Гес. Наверное, добро пожаловать. Или что. Вот. Флаг. Российский. Вот такой дом тоже. Видите, как все обшито. Вы зараз не запомните, где побывали в Османке. А фильм. Покажет вам. Кстати, вот еще, видите, дом строится. Вот. Новый. Вот сколько снега. Выше меня. По-любому. Человек вычистил. Ладно, еще поедем. Выезд в Османке покажу. Ох. Ох. Нападок на снежок. Видите. Снежин десант. Видите, как хорошо и чай попили еще. Вместе. Вон туда ребятишки еще пошли дальше. участник СВО. В отпуск пришел парень. На камере даже, смотрите, как показывает, сколько снега. Уже устали. У меня спина уже этого снега болит. Все детство чистили его. Потом на учебе чистили. У нас был плац в нашем военном училище. Я там всю спину сорвал. Всю молодость. Там какие-то 20 лет было. Ну вот, молодые были. Вот такая Османка. Там еще улица. Две штуки. Вот магазинчик. Здесь один. Вот второй магазинчик. Вон какой дом красивый. Не забыть бы только рыжикое масло ребятишкам отдать. Попробовать. Ага. У них тут несколько команд, видите. Сколько много их. Прощаюсь. Здесь. До встречи на концерте. Концерты классные обычно бывают. Завтра, если куда не уеду, то схожу. Наши будут выступать группы. Там рок-группа у нас очень классная. Нижегородовы там. Дима, Роман, Иван там здорово. Играет и поет. Приехал сколько лет уже у нас живет. Фамилии все у него забываю. Какие дома здесь все обшито. Заборы, огороды. Какой лес на огороде. Вот фермер живет здесь. Про который я вам рассказывал. Марат. Умер. Вот как живет. Вон ферма. Вон огромная ферма Марата. 200 с лишним коров. Соответственно, телят еще много. Быков. Комбайны стоят. Они уже сеют, убирают. Сено косят сами. Ребята работают. Зарабатывают. Зарабатывают. Заработы не очень большие. Но для деревни хоть так хорошо. В дальнейшем будет расти все равно зарплата. Главное, чтобы Марата было здоровье. Он еще молодой. Ему 50 с небольшим. До пенсии еще ему 15 лет. Вот. Такая красота. Ладно. Всем до свидания. Самое главное. Скорейшего мира. Как предсказал Иванга. Я читал вчера, позавчера. Не помню. 5 мая на Пасху будет уже конец войне. Это самое главное. Ну и всем, конечно, желаю долголетия. Берегите себя. Занимайтесь спортом. Правильно живите. Вот. Надо подольше прожить. Вообще, человек, говорят, может прожить 120 лет. В некоторых странах люди живут до 110-115 лет. Правильно питаться. Много работать физически. Спортом заниматься для души. Не только работать физически. Нужно для себя лично еще. Где-то побегали. Где-то на лыжах побегали. Вот. Где-то поблавали. Где-то на велике покатались. Где-то потрудились на свежем воздухе. Это тоже очень полезно. Как раз в деревне жизнь. Вот она такая. И правильное питание. Поэтому всем, с кем я живу на этом веке. Кого сегодня показал в фильме. И ребятишек. И маленьких. И взрослых уже студентов показал. И взрослых людей. Вот. Жители Усманки. Желаю всем вообще просто долголетия. Скорейшего мира на всей планете. Не важно кто. Русские. Татары. Англичане. Немцы. Хоть кто. Все должны жить по-новому. И мирно. На своих землях. Кто где родился. Там пускай и живут. Я такое желаю. Как человек. Как житель этой планеты. Храни всех Господь. И Kubлаки. Немцы. Земляfs. Темна. Немцы. Елейка. В signedаж. Немцы. На этих землях. Зya.